Раз, 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 еще раз, всем привет, с вами RJ Fusion, с вами CoRadio и с вами группа My Привет Marvel. Привет, ребята. Привет. Привет. Всем привет. Еее, будем представлять с нами потихонечку, вот этот голос вам вещает, это Максим, я играю на гитаре в данном коллективе. Я, Вася, играю на бас-гитаре. Я Влад, я гитарист My Привет Marvel. Меня зовут Степа, я играю на барабанах. Да, и хотим заранее извиниться, просто нашего замечательного блондинчика-вокалиста сейчас нету, потому что у него там возникли неотложные лила, но мы обязательно можем ответить на некоторые вопросы из его жизни, мы знаем о нем все. Ну, то есть, план у нас сегодня будет, наверное, такой, сначала ребята нам расскажут историю группы, буквально с небольшими, с небольшими такими, с самого развития самого такого доисторического периода, с самого начала. Оу, это, наверное, больше относится, на самом деле, вопрос к нам с Васей, потому что изначально мы с Васей давным-давно играли в такой замечательной команде, как One Shot For All, играли в Дедуку. Отлично. Вот, и нам просто надоело играть в Деду и всякие размеры, и мы просто решили с Васей покинуть коллектив, чтобы создать команду, которая играет что-то наподобие того, что можете сейчас слышать в команде My Права от Marvel. Вот, и в таком случае хотел сделать свое. Да, совершенно. И вот, то есть, мы с Васей сидели, и вот к нам просто параллельно подключился Влад, мы с Владом просто учились в одном институте, в одной группе, и вот, и троем мы записали первую демозапись песни Daylight, когда еще был приглашенный гость Илюша, который раньше пел петь в группе Day Cutie. Он записал нам вокал, и которому вот эту песню уже Daylight, демо-версию первую, выложили в интернет, как бы, в целях поиска вокалиста, постоянного и барабанщика. Вот. У нас были определенные кастинги, и в связи с этим мы нашли сначала замечательного нашего барабанщика Степу, и потом уже к нам пришел наш блондинчик Артемка. Да, я считаю, нам повезло очень со всеми подчастными. Ну да, да, такое дело. Адекватных людей сложных сейчас. Ну, мы в этом просто полностью согласим. Ну, неадекватные. В этом полностью согласен. Ну, наверное, сейчас послушаем песенку ребят, так что слушаем одну песенку из EP, а потом мы снова возвращаемся к вам. Пошим к коррадио, не переключаемся. Едель. И будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вообще зона не такая большая у нас Мы просто... До этого мы просто как-то... Ну выступали еще в Твери... Ну это да, Саш... Вообще, ну я думаю, для кого не секрет, что раньше мы просто назывались по-другому Мы раньше назывались группой Аляска Вот... Да, просто были проблемы некоторые с этим названием Даже, брать если банально, такой ресурс как Last.fm Нас приписывали там к миллиону команд От хип-хопа до драма бэйса И то есть поэтому как бы выделиться с этим названием было достаточно сложно Но хотя кому надо бы, все знали Ну да Ну да, по поводу Твери Это за все наше, я не знаю, я должен отметить Концертную деятельность, наверное, это самый крутой гик, который у нас был Ну может быть еще, в принципе, концерт в ПВД был тоже такой же неплохой Вот, но там народ отдачу давал прям... В Москве, мне кажется, да, стоит поучиться тоже просто сейчас такая тенденция среди слушателей Но это уже более другой глобальный вопрос Может быть уже не так по теме, но от него уйдет корни просто Да-да-да, на самом деле, да, это же не секрет, что в Москве, на самом деле, и в Питере Хорошая... Нет, есть адекватные слушатели, мы всех любим, на самом деле Я не хочу никого обижать, но можно сказать, что слушатель немножко зажрался И поэтому в многих случаях люди просто стоят там, отдупляют, либо не ходят на хорошие концерты А когда ты приезжаешь на перифиг, на другой город, там люди полностью отдаются И как бы прям ты видишь, что их прет, и даже самим гораздо приятнее выступать Интересно-интересно, вот серьезно, первый раз ты слышишь, что в Москве люди прям так... Ну, конечно, это есть вот такая прерогатива на кор-концертах, что руки скрестить просто на груди и стоять, втыкать Ну, да, да нет, мы никого не виним, на самом деле, слушатели в любом случае всегда есть И даже вот в Москве, в Питере нам очень приятно, очень много хороших, полезных отзывов после любого концерта Даже если нам он не понравился, по собственным ощущениям, как мы отыграли Всегда очень много положительных отзывов, и очень приятно, что люди как бы ценят, им нравится Это здорово А вот наиболее такая экзотическая площадка, то есть просто на кой вы спали? Экзотическая, ну, возможно, можно только отметить в нашем выступлении Smart Drive, но это... К экзотики относятся к экзотики Никакой экзотики относятся к вопросу, но с вершиной интереса игры Ну да, это концерт прям кульминационным у нас Это прям было... Прямо профессиональная отдача или... Точно Вспоминается тот случай, когда мы в ПВД приезжали первый раз, мы-то уже Алиса существовало Уже, блин, почему мы успели материал сделать к этому моменту, чтобы с ней выступить И вот второй концерт, наконец-то мы прям четко вошли А я четко входить люблю Главное, чтобы не четко не выйти, четко можно Степа, Степа пропал, я что слышу немножко Степу, но Степа хочу, чтобы сказал, что не Степа Давайте я что-нибудь скажу Ну, короче, насчет особенной площадки, действительно, у нас вот самый такой мощный концерт был с Parkway Drive Именно по эмоциональному заряду Вообще, у нас концертов не так много было, ну, как мне кажется То есть, могло бы быть гораздо больше Мы могли бы гораздо больше разъезжать по разным городам, но сейчас, к сожалению, у нас не очень получается Но в ближайшем будущем мы, видимо, едем в большой курс поддержки КП Мы сейчас над этим работаем Да, постараемся по максимуму, как бы, зарядить драйвом, в общем, наших поклонников И, как бы, ну, я думаю, все должно очень хорошо случиться Мы надеемся, что у нас больше гораздо будущих концертов Да, так что мы к этому и идем постепенно Не все сразу И, как бы, выступать в других городах, на самом деле, очень круто И хочется побольше этого делать Но просто организовывать эти все выезды не так просто То есть, вообще, тур – это сложная довольно такая затея Вот И даже, ну, вот, поездка в Питер, допустим, да, она была довольно трудной Вот Потому что, ну, организовать так, чтобы все было, ну, не знаю, то есть, хороший организатор Чтобы все условия были хорошие Это все не так просто Ну, это стандартная проблема туров Всегда Туром обычно даже занимаются люди Если, вообще, если туром занимается человек хотя бы немного близкий к этой культуре К тому, что он вообще везет По-моему, это уже отлично Потому что зачастую туры организовывают люди, которые просто тупо хотят там нагреть руки на этом И они не понимают совершенно культуру, то есть Ну, они, они пытаются сделать дело, на котором они поднимут деньги Все, главный интерес для них – это деньги Не, ну, как бы, заработать денег – это не так плохо Но просто, конечно, это не должно быть в главе у вас Это главная задача, естественно Вот И, соответственно, должен быть правильный подход Театр Вот Грамотность Одна будет сделана И это Ну, только не каждый умеет сделать Ну, да, факт Ну, просто еще сейчас у всех там цей команд Там, например, есть всякие менеджеры модные и так далее Мы просто сами по себе Но хотя мы, как бы, не против найти человека, который мог бы быть полезен нам Но просто мы не видим таких людей вокруг нас Потому что все, как правило, просто как бы Издят и ничего не делают Как бы во всех сферах Такое, и поэтому Если был бы такой человек, который мог бы быть полезен нам Там, в помощи концертов Печатание мерча Печатание дисков, которые, в принципе, мы скоро тоже будем Но, понимаете, просто помимо того, что мы делаем музыку Нам приходится заниматься еще параллельно этими делами, которые, в принципе, нам не особо, как бы Вас не должны, по идее, не трогать, на самом деле По том-то и делу А просто человека, которого мы могли бы взять и сказать Да, человек, нам будешь полезен, будешь нашим менеджером, если как бы Ну, как назвать Такого нет человека, просто мы не можем Ну, да, потенциально на фронте вырисовываться и вон, блин, не успели начать Уже себя дискредитировали Просто такая ситуация, достаточно пол Да Так что, we're looking for Да-да-да, ребята, отойти на высоту Как никогда не порадило официально Все, кто хочет заработать на нас деньги, могут подозраться нам напрямую У ребят потенциал есть, давайте они провороньте Так, ну а сейчас мы, наверное, послушаем еще одну вашу песенку и снова вернемся к нашим слушателям Слушаем Играет музыка Продолжение следует... 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 Просто такого вообще я не слушаю абсолютно, мы все слушаем тебя. В тусовку пришел такой, ага, я слушаю Dark Ambient и New Wave. Просто изначально у нас были попытки нас свернуть просто в финский фольк, но мы это не всекли. Да, у нас просто... Харот Влада. Да, Влад просто у нас на самом деле он true. Это мы просто такие отчасти мультики, может быть, там, хардкорщики. Мы не стриппые чуваки. Мы просто не рассказали, что мы нашли его в лесу, его просто. Он был в плену этих бухарников, короче говоря. Так что Влад у нас true-металист, он просто слушает различные финские металлы, как бы, ну, круто, это его выбор. Но не только, как бы, просто... Не только, но он любитель. Еще шведский. Финский металл? Ну да, он любит, что-то любит, давай, отказывай. Вот он, Норзер, такие группы, именно, Хэви Мэт, Курск, Норвежский, да? Курск не слышал? Нет. А, нет, ну это... Ну, Арченик, ну, то есть, такой более олдспульный, хэви, короче. Ну, это не только, я, как бы, совершенно и другие группы скотирую, то есть, Parkway Drive и After the Barrel. Просто для меня главный критерий в музыке – это мелодичность. Если ты, бля, это самое главное, потому что я не могу слушать тупую музыку, где кач, и джинтовую практически. Ну, то есть, определенные исключения, но вот именно мне мелодичность важная. Вот, поэтому, по сути, этот критерий мне позволит, в принципе, слушать всю музыку. То есть, я не заморачиваюсь на конкретном фильме, просто главное, чтобы это было мелодичным. Не, ну, это правильно, потому что, смотри, мне кажется, что музыку в группе делает вообще то, что слушают участники этой группы, и каждый из того, что нравится, ему что-то привносит, что-то привносит свое в композицию, и получается вот такая сборная солянка. Правильно? Ну, она все равно выглядела грамотно, потому что, как правило, бывает то, что вносит все, и получается, как-то скрывает это за теги, прокрессив. Вот именно поэтому и нужен человек, который будет всю эту солянку как-то разгребать и говорит, нет, чувак, вот это, вот это вот не пойдет, а вот это вот отлично скатит. У нас такой чувак Вася. Очень приятно. Очень приятно. Мы его ненавидим. Нет, все равно у нас самокритика тоже присутствует, мы сами критерии тоже осознаем, то есть, какие моменты, как, что. В целом, да, Вася любит. На самом деле мы каждый раз пытаемся прийти к компромиссу, чтобы каждого устраивало то, что получается, потому что, конечно, если, ну, как бы материал не будет, кому-то нравится, это, ну, ничего, ни к чему хорошему не приведет, в итоге, то есть, ну, мы стараемся, чтобы все было лаконично и все будут согласны с тем, как будет звучать песня. Вот. Согласен. Да. Ну, а у вас не бывает разногласий по этому поводу в группе Штежно-Премя? Да, конечно. Без этого нельзя никак, и если будет все постоянно ровно, это будет просто скучно. Уже странно. Нет, есть нормальные разногласия, есть нормальные разогласия, а есть просто, там, гитару, гитару, ты разбиваешься полы, и нет, ребят, я вот не буду играть в вашу группу. Такого еще не доходило, конечно, нет. Ну, бывает такие, конечно, накаляется обстоятельства, эскалация конфликтов. Хочется морду набить, но, да, да, да. Ну, это, кстати, нормальный творческий процесс. Ну, да, 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 это нормальный рабочий творческий процесс. Какое творчество это работает? Очки подбить немножко, ну ничего. Такой иногда. Не, на самом деле, я очень благодарен Васе за то, что он многие моменты, ну, бывает так, что ты придумал какую-то фишку, допустим, да, и ты очень хочешь ее вставить. На самом деле, у тебя это больше такое эгоистичное желание, как бы, вставить ту фишку, которую ты сам придумал. А, как бы, ну, на самом деле, у Васе есть видение, такой очень, ну, вкус у него имеется, такой, как бы, сформированный, и он, как бы, не пропускает какие-то моменты, которые, ну, допустим, вот как раз и приведут к этой какофонии, о которой мы говорили. Вот, и благодаря его видению у нас многие вещи, на самом деле, стали более, ну, выглядеть гораздо лаконичней и гармоничней. То есть, на самом деле, важно, чтобы был такой человек, который, ну, фильтровал итоговую фишку. Ну, в общем, я об этом и говорил, что нужен человек, который просто будет выравнивать, выравнивать все звучание, чтобы не было такого, что я говорю, что я хочу джазовую, джазовую, базовую, басовую вставку. Второй говорит, ну, давайте в это время мы сделаем кардан. Возможно, получится что-то хорошее, скажет он, но в итоге получится полное головно. Понимаешь, понимаешь, в чем дело, короче. Очень много молодых команд, которые очень не занимаются музыкой. Одно из самых важных – это аранжировка для того, чтобы трек выглядел цело. Это очень сложно. А у нас, как правило, группы напридумывают кучу крутых моментов и просто прислоняют их друг к другу к кирпичи. И получается, это не композиция, а просто набор каких-то респокосинтересных, а по сути, как бы, это не песня, а кусок дерьма. И они называют себя это прогрессив. Не, ну, это радикально совсем уж, ну, как бы... Да, да, ну, я понял. Не, ну, такому просто ровно очень важно. Ровно, 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 ровно. Ровно, 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 ровно. А все почему, все почему? Потому что вот эти молодые коллективы, как говорите, у них у многих, они очень амбициозны, у них очень большие амбиций, которые не совсем соответствуют вообще их уровню. А что они хотят? Они хотят сделать что-то новое. Каждый человек хочет сделать что-то новое. Каждый молодой коллектив хочет привнести что-то новое, как это сделали в свое время, я не знаю, как в свое время появился пост-хардкор, как в свое время сделали это Атак, Атак и Асмитрия, которые раскрутились. И ребята смотрят на них, и они думают, блин, вот надо что-то новое сделать, а давайте мы вместо того, чтобы на гитаре играть левой рукой, будем играть носом на ней. И это будет клево, и, блин, мы раскрутим. Это весь современный мир сейчас, на самом деле. Это во многом. Нет, нет, нет. Ну, что можно, просто главное, чтобы это было действительно качественно и круто, потому что я тоже могу, знаешь, насрать на гитару и говорить, что я вообще играю, ну, я просто играть на... Да, да. Главное, чтобы все такое программ, ребята, это прогрессив, ко-программ. Ну, да, нет, все должно быть как бы грамотно и музыкально, и это было творчество именно. А не, знаешь, лишь бы как, я бы выделялся. Это, так говоря, и тоже не вариант. Мы снова с вами, у нас была небольшая музыкальная пауза. Как что, где, когда? Да, да, как что, где, когда. Печать возрастал грусть. Так вот, о чем мы вообще хотели говорить, ребята? А, мы о влияниях хотели поговорить. А, влияниях, да, влияниях. В общем, сейчас давайте мы пообсуждаем. Вот, какая, знаешь, да я пиздец, я уже запинаюсь, ну ладно. Какая для каждого, для каждого участника самая значимая песня на ваше EP? Вот. И влияние. Ну, что, давайте я начну, короче. Я считаю, что, ну, как бы заглавная песня, ну, я думаю, большинство согласится, что Directions это самый, как бы, центральный трек EP. Ну, вот, и для меня он самый, ну, какой-то насыщенный, вот. Играть его на сцене приятнее всего. И он, ну, как-то был такой комментарий, что, ну, скажем, отрицательный насчет альбома, насчет наших песен, что слишком мелодично, то есть не хватает жести. И вот такой, как бы, такая критика, она очень крутая. То есть нам это только плюс, то есть у нас была задача сделать максимально мелодичную музыку, чтобы она могла дотронуть вот эту глубину души. Вот. Ну, и я считаю, что Directions в полной мире насыщена вот мелодикой, которая проникает в глубину слушателя. В глубину слушателя. Да, это, скорее, даже MDM, я бы даже назвал это MDM каким-то. Ну, да это вряд ли. Мелодик все-таки такой хархот, да. Я, например, с этой стороны не могу, у этого вообще, на самом деле, очень сложный вопрос, выделить что-то так, но, нет, могу, конечно, потому что вот второй трек, The Think is War is the Effort, и Directions, они для меня идут как-то на одной ступени, поэтому. Ну, а так, конечно, сложно выделить, потому что все очень близко к сердцу песни. Не, ну, понятно, что все, да, но какая-то одна, она больше, ну, вот ты на сцене, какую? Две, от меня я выбираю вторая и последняя Directions. Они одинаково меня сгибают. Да, насчет тебя что скажу? На самом деле, все треки настолько вымучены и нами, и как бы, ну, известно всем, что мы очень долго достаточно рожали этот релиз, и поэтому мне сложно сказать, но, наверное, не все любимые. Мне очень нравится, допустим, Directions Song, но вот еще очень нравится... Very affordable. Нет, Касан очень нравится... Эфир идет на какого радио? Да, радио, вот. На самом деле, сейчас новый материал пишется, мы останемся в старом ключе, но, тем не менее, у нас, вот, как бы, на EP немножко выделяется трек в плане жесткости, это Rebel Hearts, вот, и, в принципе, на самом деле, вот, новое звучание треков будет, может быть, немножко с примесью вот таких именно хардкор элементов, вот именно ньюскульных таких, и, вот, мне, допустим, нравится, вот, тоже Rebel Hearts, наверное, да, от один из таких треков. Влад? Кто у нас еще не высказал? Ну, как бы, блин, я солидизируюсь, в принципе, со всеми почти, как бы, сказать, что прям конкретный трек. Ну, все-таки, конечно, не, я, наверное, могу выделить все-таки Directions, прям, там, и по соло, как бы, и все очень так сильно цепляет, как бы, ну, круто, мне нравится. Вот, а так, в целом, конечно, все треки вымученные, и там, прям, душа, прям, радуется во всех, так что... Так, 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 неволкоползает. Да, да. Понятненько, а вот, вообще, ребят, смотрите, давайте расскажем, что вообще, каждый из вас слушает. Просто интересно, как вообще получается такой коктейль, и из чего он вообще получается. Ну, как-то, за себя скажу сразу, вырос, рос и слушать, и буду слушать, я думаю, это во многом для меня время панк-рок и поп-панка, ска, музыки, регги, это в моей душе всегда было и останется, то есть это для меня очень важная музыка. Ну, если перечитать по группам, то есть это, я думаю, займет большое-большое количество времени, но, естественно, это все не ограничивается всеми этими, как бы, жанровыми направлениями. Также я увлекаюсь хип-хопом достаточно старой школы, во многом джазом, фанком, у меня тоже фанк как направление очень-очень важно. Ну, естественно, уйти нельзя никуда не от хардкора, но от панк-хардкора, опять же, перекликание с панк-роком. То есть, ну, естественно, весь мир тяжелой музыки в плане металла, хэви, какие-то коровые направления, то есть здесь очень большой-большой диапазон, дальше разойдут основные участники. Ну, я, на самом деле, с Васей, если так рассказывать, но, блин, очень солидарен, потому что я тоже не зацикливаюсь на каких-то определенных жанрах и во многом вырос тоже на калифорнийском панке и на old school happy. Вот, но если брать от современную музыку, которая влияет на мое вот мировоззрение именно в плане металла и хардкора, я люблю, не знаю, всю жизнь с первой EP, я слушаю много-много лет, люблю такие группы, как Killfish Engage, Rise Against. Ну, это просто божественно. Да, вот в данный момент просто последняя из любимых команд это Blessed by Broken Heart от Rio, Imagine Sevenfold. Не знаю, в последнее время, в последние месяцы два, наверное, у меня есть одна любимая прям команда, которая слушает каждый день, это один из самых лучших просто релизов того года, это группа 100. О, я солидарен. Я сразу поднимаю руку. Вот. Почти. Так, а так если расписывать все, то это дает очень много времени, вот. И музыка не ограничивается определенным жанром, и никогда не загоняйте себя в какие-то рамки, потому что вы начнете сразу тупеть, и у вас не будет развиваться ничего внутри, надо все время расширять свой диапазон. Я также слушаю классику, фанк, не знаю, много чего, поэтому не загоняйте себя в рамки никогда. Да. Угу. Я вот тоже хотел бы продолжить вот насчет классической музыки тоже. Ну, это очень важно иногда просто включить и послушать классику, и вообще надо уметь слушать на самом деле. Многие люди привыкают, что у них что-то, ну, вопит в флеере просто дико. Вот. И они, ну, то есть не вникают в содержание музыки. Ну, может быть, это там, ну, такой флософский вопрос, да, но содержание музыки, оно, его невозможно передать с помощью какого-то грохота, да. То есть пусть музыка, допустим, больше нравится тяжелая, да, но это же не значит, что нужно ограничивать себя действительно какими-то там группами с исключительно экстремальным вокалом. Вот. А, ну, да, есть такой подход, есть такой подход, но это получается в основном... То есть протест, вот я помню еще с детства со школы там хотелось слушать какое-то музло, которое, типа, будет непопсовым. Вот. Ну, то есть, да, школьный год там, понятно, какой-то период развития, но потом, то есть, ну, нельзя оставаться на, ну, слушать музыку чисто ради протеста. То есть музыка, она должна, ну, затрагивать, не знаю, какие-то... Ну, тебе бродуши, короче. А если твое правительство надоело тебе? Ну, понятно, чувак, но есть, собственно, по политике и все дела, но... Ну, где-то это здорово, где-то не очень, то есть разная музыка нужна, разную музыку нужно слушать, вот. Ну, и, соответственно, ну, тяжелая музыка, она такая очень, ну, в ней имеется посыл, так, некий агрессивный, скажем так. Вот. Ну, это если брать, скорее, уже хардкор какой-то, именно хардкор панки, именно старых хардкор, именно группы, такие, как Black Flag, Minor Threat. Все равно, какой-то, какая-то энергетическая, прямо, агрессивная уровень, может, она все равно заложена в тяжелой музыке, я думаю, действительно. А, ну, это да, но есть именно агрессия такая, которая, вот, социальная, которая агрессия политическая, даже, хардкор. То есть, когда агрессия просто направлена против режима, например, заложение музыки. Усконаправленные вещи у нас нет такого. Нет, нет, нет. У меня до сих пор валяются абонементы в консерватории, так что я Стеку поддержу насчет классической музыки, да. Да, ребята, ходите в консерваторию, просто спросите у себя, вы были когда-нибудь в консерватории или нет? Или там, не знаю, в доме музыки? Ну, то есть, просто сходить на концерт фактической музыки, от этого можно... Такой слабенький кайф, в очки не реагирует. Согласен. Стараюсь в ближайшее время. Нет, но все равно, мне кажется, слушать только тяжелую музыку, слушать только экстремальную, слушать только Core Basic, это прерогатива маленьких людей. Это ограничено у тебя, это серьезно? Маленьких девочек. Ну, кстати, нет, это ваш радиоэфир, все маленькие девочки, понимаете? Ну, как? На самом деле, нет, если брать... Тут и Элвис Пресли бывает, что, что-то, что-то, что-то. Нет, если брать Грайндов, там, ну, чувак, тусы, там, Грайндухи, на самом деле, Грайндовая и такая дедовая, элтскул. Тусы, там, слушать все только Грайнд, если ты там что-то не то, ты не true. Так что... Да нет, на самом деле, каждый вкус слушать, что им надо, не надо никому ничего не навязывать никогда. Ну, да, как фломастеры на вкус и на свет разные. Так что... Да, по-моему, я бы не знал, да. По-моему, мы рассказывали, вы сказали просто о том, что слушаем мы и что на нас может повлияло в какой-то мере, а вы делаете выбор сами. Ну, а многие слушатели еще замечают, что в вашей музыке им кажется очень большое влияние ПВД, например. Как вы с этим согласны? Нет вообще? Сейчас на данный момент нет. Конечно, нет, здесь я именно соглашусь. То, что наше начальное творчество и то, что, в принципе, возможно, он продолжает. Но ПВД, конечно, определенное влияние сказал. Я бы сказал, он с вами немножко даже не так. Мы в целом просто очень обожаем и считаем, что одна из самых лучших сцен Metal Hardcore находится в Австралии. Оно не только Parkway Drive. Другие команды, они обладают специфическим звучанием отличным от канадских, американских команд и европейских. И поэтому я пытался, что наше звучание немножко ближе именно к австралийскому саунду, нежели именно к Parkway Drive. Это слишком как бы узконаправленное. Ну, просто ребята не знают никого из австралийцев, кроме Parkway Drive. Ну да, в этой книжке, что австралийцы – это икона уже, Parkway Drive, не икона. Я согласен с Максимом насчет звучания австралийской сцены, потому что я должен взять те же ACDC, начиная с них, абсолютно другое звучание. Я вот вырос как раз на ACDC. Ну вот, это Австралия. Конечно. Это Австралия, детка. То есть, да, мы выросли на Австралии. Да, и передаем привет нашему другу из Австралии, который сейчас нас слушает. Я, правда, единственный участник, который с ним не знаком. И давайте я вот озвучу сразу прямо сейчас вопрос, который задал этот друг из Австралии вам. Он задал, точнее, его Владу узконаправленно, скажем. Так, так, так. Так, ну нас пока не запикивают, ну ладно. Влад, тебя достали мошеры на ваших гигах? Ну смотри, отвечать на этот вопрос, я думаю, буду отчасти и от лица групп, потому что, я думаю, многие будут со мной отчасти согласны. Потому что каждый раз, как мы выступаем на концертах, просто тенденция сейчас последнего времени, что, опять, это частично обусловлено тем, что мы немножко не вписываемся в форматы мероприятий, проводим их. Мы реально ребята мелодичные, сладкие такие, вот. А на концертах сейчас люди приходят, и в основном им подаваем мясо, такую музыку. Да, и, соответственно, мы в этот формат не вписываемся, и, как бы, грубо говоря, ну, резонанс обратный, тот, который мы ожидаем, мы не получаем. То есть, да, мошеры-мошеры там под что-то они находят, но фишка в том, что, по сути, людей, ради которых, на самом деле, преимущественно делается музыка, для тех, кто слушается, которые прочувствуют, скажем так, реально музыку, их нет почти. Ну, есть, но мало, то есть, не то количество, которое мы ожидаем, например. Тенденции, тенденции, да. Ну, а что после операции после концерта, лично у меня, я могу сказать, что я, блин, я поиграю, ну, да, там, приятно, 20 человек какие-то там поддержат, да, но остальным, как бы, на самом деле, что вы играли, что вы не играли, все может, как бы, и без разбора, знаете. Да. Все пытает брейкдаун, короче. Да, и лично меня это очень сильно расстраивает, как бы, и, ну... Что самое удивительное, после концерта, на всяких форумах, встречах и ВКонтакте, мы, как правило, почему-то получаем большинство ответов. Отдачи, и все пишут, что, как бы, мы выступали, там, лучше всех, и то, да, это очень приятно, но на концерте, да, в силу нашей мелодичности, от каких-то тупоровых брейкдаунов, как бы, движения в зале не так много, но то, что говорят после концерта, нам люди даже незнакомые пишут. Да, их достаточно очень много отзывов, и это очень приятно, но, тем не менее, чтобы для мошеров музыку, брейкдауны, мы так это писать не будем, потому что это совершенно не музыка, это не музыка. Это не наша просто. И это не музыка, я не сказал, ну, как бы, да, для нас это не музыка. Качи, брейкдауны, это... Ну, то есть, это хороший инструмент где-то, но вы постоянно используете это в своей композиции, как основной упор, это, ну, смешно, на мой взгляд. Ну, очка, 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 это это музыка, без будущего лично, я вижу, то есть, в таком масштабах ты не будешь никаких... Это форма без содержания, чтобы... Здесь, на следующий наш концерт придет, дима, те 20 человек, сколько только. А-а-а! Нет, а почему? И для 20 человек можно сыграть, если пришли люди в теме. Да, нет, мы играем, мы играем всегда, мы стараемся на сцене просто... У нас там, в связи с записью последнего, ну, финальный прямой альбом, а на записи EP, мы немножко растеряли форму концерта, и поэтому просто, может быть, последние наши, там, 1-2 гига не были такие яркие, но, в принципе, скоро вот планируем все-таки сделать турик в поддержку, я думаю, мы прокачаемся к этому времени и будем радовать вас не только в записи, но и в церкви. И не только в Москве. Не только в Москве. Только в Москве устроен. Отлично. А вот еще вот такой вопрос, например, вообще про всю core-based музыку. Даже не про всю core-based, а вот про какое-то зрение, как выпуск-карт-корпус какой-то, да? Я только не напомню. Например, вот как мне кажется, вот лично мое мнение, да? Получается, что, что такое пост-карт-кор? Пост-карт-кор первые, я не знаю, месяца два, от двух до шести, скажем так, да. По-моему, он жутко цепляет, если человек не слышал до этого никогда. Да, согласен. А потом? А потом ты просто включаешь группу и, бля, я это слышал. Он в массу. Он превращается в текущую массу, которых просто миллион. Это... Поджевать. Новый трек, новый трек группы, ты его ставишь и ты понимаешь, что, блин, если ты возьмешь две любые группы, пост-карт-корные три, которые не сильно известны, ты не различишь, если там вокал не особо отвечает, ты не различишь, где одна, а где другая. А проблема в том, что, как бы, вот, этот жанр, он очень часто востребован в Америке, и люди на разные команды, там, подписывают на различные отличные лейбаки, но, и люди, как бы, стремятся делать шаблонную музыку, лишь бы попасть куда-либо, либо выступать. Но просто проблема, что очень много команд стремятся выработать свой определенный саунд, и я могу такой единицы назвать команд в данное время, которая имеет свой неповторимый звук, вот. Такие команды, как вот, Эмьюр, допустим, как-то, ну, нет такой команды второй, есть только команды, которые после этого ее копируют, и они сделали совершенно свой звук, вот, и... Я точно так же могу Энтершикари, например, выделить. Да-да-да, абсолютно. А поэтому они и очень известны на данный момент, вот, потому что, как бы, они имеют свой саунд, и ты, как бы, слушаешь их, потому что ты не можешь найти аналогичную команду. Просто тебя, Максим, перебили. Продолжай, Максим. Да, продолжай. Хорошо. Вот, и даже если ты о той команде, о которой мы уже говорили ранее, то есть, это Parkway Drive, допустим, у них есть свой непередаваемый совершенно саунд. Это важно. Просто это влияние сейчас, как бы, тенденция всей, ну, даже не тенденция, это просто идея всей музыки. Если ты делаешь что-то по-своему уникально, ты и будешь запоминаться. Вот тебя сразу запомнят. Если будет потом миллион групп копировать просто твои идеи, фишки, они все просто... Ты пришел к успеху, можно сказать, если кто тебя копирует, то это успех. Нет, это успех. Просто у многих до сих пор и вряд ли может быть получится копировать оригинал, ведь это, ну, какая-то аксиома, на самом деле. Смысла, смысла, смысла нет, смысла нет. Зачем, зачем копировать оригинал, это просто... Это все равно, что, как в советское время разъезжалось, у нас в Москве, по советскому союзу. Ну, да. Ну, видишь, просто... Майс озвучил коммерческий смысл, одиннадцать, пожалуйста, копирует, попадает... Ну, это уже скорее группа от Миндневки. И получается, что музыканты, музыканты тогда получают в этом случае обманывают, потому что их не менеджер, наверное, заработают, а через год эти группы никто не вспомнит даже. А, шлюшки, шлюшки. Ну, ну, как музыканты сами делают выбор, что они... Они не тупые, просто очень много команд, он смотрит, далеко вперед, они не так очень... Они не структурируют шаги свои, продвижения, они как-то живут... По течению. Да, по течению блоут, и все. Это, поэтому, минут большой. Не, ну, на самом деле, вот, со своей стороны скажу, важный фактор, как бы, получать удовольствие от музыки. Если этого не происходит, то смысл теряется абсолютно. То есть, если ты играешь и думаешь, как бы, побольше собрать народу, чтобы побольше срубить бабла, естественно, ну, как бы, за этим ничего стоять не будет, да и, скорее всего, не получится ничего собрать, потому что, ну, ну, это пустая трата времени. А стоящий народ, который именно ценит музыку и слушает именно музыку, они приходят просто помахать головой, там, руками на концерт, они в любом случае всегда увидят, что музыка фальшивая и что за ней стоит. И когда искренняя музыка, это всегда видно. А еще вот я хотел бы сказать, что сейчас, ну, за счет, ну, такая тема стандартная, то есть ее развивают, очень легко сейчас сделать дома качественную запись. Барабаны там забить, записать там гитару нереально, там, даже без всяких соединений в штатах можно сделать, в принципе, удобоваримый звук прямо дома. И, как бы, ну, команды выпускают там альбомы, синглы. Вот, ты слушаешь это все, ну, как бы, ну, ты слышишь одно, приходишь на концерт, ты видишь и слышишь совершенно другое. То есть, на самом деле, как бы, сегодня очень развита вся эта тема, там, техника, да, то есть, языкальные возможности сейчас ничем не ограничены, можно совершенно спокойно даже в одиночестве делать за всех партий и выпускать альбомы. Но с этим вместе теряется какая-то вот романтика, создание музыки. То есть, когда раньше писались на катушечные эти носители, то есть... На бобины. На бобины, да. Давайте писать на бобины. Да, совсем иной вопрос. А сейчас вот это мы с Васей снимаем эти кубики, чертовы. Ну, как бы, блин, это, конечно, ну... Ценсор, ценсор. Но, блин, я думаю, что... Как писаться вживую? Ребята, парю. То есть, ты считаешь, что это уже, как бы, как бы, частичка, частичка души музыки, что ли, уже ушла? А вот мы, котят, недавно только со Стёпой сидели и слушали. Сейчас музыка вот вся мейнстримовая, которая там на Sumerian Records, на Rise Records, там звук настолько притерный и настолько вылизанный, что ты не чувствуешь инструментов. Вот мы слушали недавно старые команды, типа там From First to Last и более олдовые, где была живая зубочка. Это, на самом деле, просто уже бездушная мёртвая запись. То есть, конкретно в запись отнесли. А вот раньше как бы... А вот на тех же Rise Records, например, я недавно увидел, что они выкладывали в 2009 году, Fear Before the March of Flames, по-моему, назывался проект. Это такой хаотик. И, блин, он меня серьёзно тронул. Я его даже залил себе на плеер, потому что там, как бы... Там, вот когда всё равно, когда слушаешь музыку, ты всегда же можешь сказать, вообще, была ли подача от музыкантов? Они пытались ли что-то передать своей музыкой или нет? Или просто хотят удариться в коммерцию, хотят больше аудитории и больше стать на стриму и попсой? Ну, да. Я чувствую это понятное дело. Я говорю, сейчас ноги гонятся за коммерцией просто, вот и всё, ничего не вкладываем в музыку. Это просто стало таким хорошим бизнесом. То есть, в Штатах это изначально началось, естественно, в силу своей там коммерционной составляющей, а сейчас просто это... Ну, многие очень съели эту тему и просто все занимаются штампованием каких-то крышей. Ну, опять же, это всё благодаря интернету. Если, например, в Штатах... Обычно, если со Штатов до нас что-то доходило с опозданием в десять лет в лучшем случае, какие-то культуры там, например, краска и прочее, которые в Штатах были ещё там в 80-х, а до России дошли вообще в 2000-е. И тот же Стрэйт Эйдж. Благодаря интернету сейчас... Ты можешь любой анонс скачать через два часа. Любое то, что заносили, ты его... и всё. То есть... Ну, по-моему, потерялся романтика, на самом деле. Сейчас настолько рынок перенасыщен, что люди просто не могут ничего стоящего где-то выделить, либо сделать сами после этого, потому что он моментально слушает столько групп и столько направлений, что, как бы, просто у него теряется понимание музыки вообще в целом. Оценка, да, я всегда был с этим согласен, потому что из-за такого... Просто я вижу, люди пишут на форумах в том же контакте то, что они просто уже жалуются, что очень много релизов в месяц, и просто такие вопросы, как же я это всё успею искачать, и как я это успею послушать, ну, о чём поговорить? Оценки нету. Оценки нету. Уже всё. А мне кажется, именно, ну, вот, из-за того, что... Почему так много музыки? Потому что очень, ну, легко сейчас всё это делается, много возможностей, вот. Но и при этом очень много музыки пустой. И всем просто очень хочется ещё. Вот. Ну да, и все хотят там, ну, каждый хочет называть себя музыкантом, бить себя пяткой в грудь, там, и всё такое. На самом деле быть музыкантом — это гораздо сложнее, чем многие думают. Это благодарное, скажем так, занятие, потому что надо очень много работать над всех. Очень много есть, как бы, вещей, людей, которые надо развивать и, как бы, ну, бороться со своей линией, допустим, да. И все готовы. Все готовы выпускать альбомы и получать эффективные отзывы. Но, как бы, оборотную сторону вопроса не... Это действительно тяжёлая работа создавать музыку. Вот есть, например, такая группа, я думаю, мало кто-то не знаю, только Ark of Passage. Это пол состава «Безумных усилий». Там мой друг играет, Вова Мучнов на барабанах. Он, в общем, полностью отдаёт себя музыке. И этот альбом, он настолько насыщен содержанием. Вот я всем очень советую. Альбом называется «Знаки». Ark of Passage. Вот. И там нету вообще никаких ни сэмпл. Там нету никакой... Ну, то есть минимальная компрессия. Звук максимально живой. И вот, я на самом деле, когда у меня в руки попала эта пластинка, я сначала, вот, мое предприятие не сработало. Я только позже понял, насколько это богатый альбом. Вот. То есть, и побольше было бы таких релизов, которые насыщены содержанием. Вот. То есть, чувствуется, что ребята очень сильно поработали и вложились. Действительно слышно. Так вот, самое обидное ещё также в том, что выкладывается много музыки, что ты среди вот этого, среди всей этой кучи однотипной музыки, ты просто можешь не добраться до того, что как-то тронет тебя. Да, да, да. Ты видишь просто 20 релизов, 20 названий. И ты же, ты послушал один, два, третий, пятый, седьмой пропустилки. Ну, не понимаешь, что нет, мне не нравится. А там может было то, что тебя зацепит. Да, да, да. Поэтому мои плееры альбомы 1999 года, и они там будут ещё долго, наверное. Так что, ребята, учились ценить музыку. Ну, дело, дело, мне кажется, дело ещё в том, что надо просто вырабатывать вкус музыкальный и не слушать постоянно однотипное, однотипное мутлость. Да, согласно. По-любому. Надо, как бы, уважать old school, надо уважать тех же этих действий. На самом деле, я всегда говорю то, что вся музыка была уже придумана. Давай послушайте, поставим. Утрость. Утрость. Мы с нами проникну сейчас в эту атмосферу. Утрость. Если, если, если. Утрость. Утрость. Утрость сейчас кроме My Prave Marown ничего не может быть. Ну, ладно. Просто да, я согласен с ним, что все мультики уже придуманы. По-моему, ситуация с модой почти такая же, как и с модой. То есть, все новое это хорошо. Идея загадывается, что она придумана. Впереди такое же необозримое количество, мне кажется. Это от человечества склад ума завит. Ну да, да, да. Никогда не знаешь, что будет дальше. Это то же самое, как в новой жанре. Типа дабстеп и джент – это все однодневки, они скоро умрут. Ну, вообще, если так посмотреть в целом, музыка вообще приобрела тенденцию, что сейчас нету стиля, который бы очень долго задерживались. Вот после 2000-х, вся музыка стала очень быстро приходящей, короче, мимолетной. Быстро приходящей, быстро уходящей, скорее. Да, и, соответственно, группы, которые кумиры, там, миллионов. Сейчас уже таких масштабов группы не получается, я не знаю. Только одна, я больше сэнфолд. Не, ну… Это… Да, да, да. Ну, они, как бы, для меня, это группа, которая заменяет на группу. Не, не, я понял. Они еще, как бы, я могу отнести когорти таких достаточно масштабных групп, но просто фишка в том, что уже сейчас группы, ну, все… Процент проходимости вот эти кумиры, миллионов уже меньше значительно, и, как бы, факторов тоже непонятно такие… Да. В любом случае, не стоит отчаиваться, надо делать и быть честным перед собой, перед слушателями, и обязательно все это будет… Где найдет отклик? Только музыка, только хардкор. True life. Да. Просто хочется дождать совет на нынешней такой молодежи, которая слушает только… Только кор, только корт, только корб, ребят, слушайте, Рамонов, слушайте, здесь слушайте, здесь искусство. Пантеру слушайте, Ж affects. Слушайте,арищи – джинсов, пришлось, слушайте-пантеру. Да, слушайте, слайя. И нам стоит 7,3,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,2,5,6,6,7,6,6,8,6,6,7,6,6, 7,6,6,6,7,7,1,7,6,7,7,7,7. назвать футболе 5 но тем более банан но как бы он во многом дали пример еще 80-х годах что и как музыка должна делаться и там я уверен так не считали как сейчас о заезженности и так далее и так далее так что об этом не думали просто конечно не думали но и в силу интернета естественно не будет интернет это было легче в этом плане но это большой флософский вопрос на самом деле можно вернуться с другими я просто как раз и сидите на задний фонд сейчас поставил вот то есть играет у нас highway to hell так что давайте может быть какие-нибудь вопросы еще там если были относительно нашей группы вопрос есть такой на какой студии вы записывались потому что вот и это вопрос один шишкина и вопрос даже от меня потому что серьезно мне очень рада вопрос вася вася ответил что вася самый главный звукоинженер он и об этом расскажет ну ну мы как бы писали еще в предрелизных своих публикациях к нашему пп то что будет все сводиться весь материал и делается на американской студии в хитхаус вася вместе с как бы совместно с там с агентством дэмэдж продашь а герой такие замечательные инженеры как где уже был да Питер Руччи и Шейн Фризби многие могут знать по работам с таким каком-то каком-то гостинсайд а это тоже австралийский он еще работал все три части были записаны то есть до мастеринга сведения и ремпинга ну это понятие современное было записано дома просто в домашней атмосфере в прошлом потраченном времени кучу учений распри и так далее спорта у меня дома потому что у нас есть нет многие видения у нас актуальные для а потом все правилось за рубеж все делали вот все то есть ребят хотите качественную запись отсылайте вариант за рубеж по любому это факт предупредить что это на самом деле как бабло это не факт что вы получите качественно за бабло свое очень очень нужно трясти очень долго работать со звуками объяснять старайтесь найти что-нибудь где-нибудь здесь можно сделать очень я перебью просто на самом деле надеем что можно в америке записать но вы стопроцентно скорее всего вероятность того что получите качественную на выходе материал это если вы непосредственно сами будете присутствовать на записи там в америке на студии да или хорошо очень просто промоете мозг звук режиссеру настолько сильно что он поймет если вы сможете донести то что вы хотите просто вот через через океан то пожалуйста на самом деле большинство людей напишет что им очень понравился звук на нашем EP но мы честно скажем что мы не до конца я прям 100 процентов довольна тем кто получилось мы напоролись на этом мы не ждали такого мы ждали другого звука но просто в силу того что мы опоздали на год об этом все говорят мы уже просто не могли слушать или терзать вот и сделали такой звук отлично есть еще один вопрос уже из чатика ребят какую музыку слушают ваши родители и повлияли ли они каким то образом на ваше музыкальное воспитание вопрос хороший я бы на самом деле сказал огромное спасибо своим родителям за то что когда я даже там когда учился еще в школе может быть там в шараге там в институте и я слушал там ну может в силу какого-нибудь максимализма там юношеского там слушал там Кеннивал Корпс там Де Духу всякую и то что мне там мама заходила в комнату и говорит такая там о Максим там не хочешь там печенье или чай и не говорила что какой ты мудак ты слушаешь такую музыку ты вообще дебил там иди на работу учись там выруби это дерьмо это было на самом деле очень плохо а так как они как бы смотрели но я слушаю эту музыку они видят что я адекватный совершенно и спасибо огромное что они не лезли в мой музыкальный мир потому что в книжах они это лезут музыкальный мир и людей ставят ну портят я не знаю поэтому я хочу сказать им за это спасибо ну вот что касается моих родителей здесь они никак не повлияли на творчество моё в этом плане потому что музыка они совершенно слушают разную совершенно другую но моя мама слушает классическую музыку во многом но это так же ей очень нравится моби слопс ну еще скажем что это так ну что давайте я подхвачу в общем да конечно ну насчет родителей вообще очень разноплановая музыка у меня родители слушают вот и сказать что они повлияли радикально нельзя но на самом деле благодаря моим родителям у меня появилась возможность вообще играть на музыкальных инструментах потому что благодаря вот в частности своей маме я попал в музыкально-драматическую школу она ну то есть специализированная школа актерская музыкальная и ну до этого она меня отдала на ну в общем ну короче я занимался фортепиано где-то год два или три в частном порядке с преподавателем вот и музыкальное формирование музыкального мышления оно уже началось началось тогда а на ударных я начал играть вот как в школе то есть я не знаю меня переклинило в тот момент понял почувствовал что это был инструмент вот и музыка если говорить по жанре да музыка у нас всегда была очень разная я помню что у нас на кухне всегда играло радио максимум вот ну то есть такая волна у нас роковая да и она довольно старая уже ветеран ветеранная радиостанция вот и ну так это не странно вот но я это радио и слушал вот и семья у нас всех спокойно относится к тому что играет это радио и все ну то есть кто не переключал на другую музыку это не было даже на счет так мои родители были сильные поэтому и на версии не вообще у меня как бы ситуация в принципе обстоит как и у Степы наверное вот но единственное что у меня отец как бы rest in peace ну занимался скрипкой в свое время вот и может быть это как-то под часть повлияло на какие-то мои музыкальные задатели так скажем вот а так в целом как бы я в музыке преимущественно был предоставлен самому себе поэтому я спокойно сплавал в этом мире музыки выбирал в себя лучшее так скажем вот ну как то вот так наверное преимущественно но не ну конечно спасибо родителям в том плане что они спонсировали скажем так мои увлечения то есть я же ходил на занятия по акустической гитаре соответственно спонсировали у меня бы это возможности не было так что вот такая ситуация ну вообще спасибо родителям что мы есть в первую очередь кстати вот ну поговори как будто мы грэмми просто принялись сейчас я думаю что у нас мы все объединимся в том что нам родители не мешали заниматься музыкой а только поддерживали нас в этом и поэтому им большое спасибо да это правильно слушаюсь то есть если родители чьи-то маленьких детей нас все слушают никогда не запрещайте своему ребенку слушать музыку которая им нравится не ограничено какой нибудь маньяк вырастет Артем на самом деле которого сейчас сейчас нету в эфире ребенка вообще лучше отдавать в творческие направления с детства тогда будет какой-то несомненный плюс мне кажется ну это да а что лучше дипешмот вместо колыбельной петь я тогда боюсь ребенок может депрессивным получиться может быть будет трушный будет надо оффспринком упрупать много чего надо и ракет сам расти начнет ну навязывать же опять ничего детям не стоит да надо давать просто чувак воспитание это очень сложный процесс там не понятно что надо навязывать что не надо навязывать да вы можете сейчас о воспитании поговорить да 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 давайте поговорим о воспитании теперь спасибо babyfm короче мы разговаривали babycore принимаются звонки от трехлетних детей я и от их мамы извините как у меня этот ребенок типа три года начал слушать там морбид ангел что нужно делать да да нет ну дети что дети слушают песенки из мультиков потому что мультики что это отражение взрослой реальности только в таком ключе что как давайте поговорим про мультики старые советские мультики это просто получается и песни из них это просто переложение проекция только хорошее такое чтобы это буквально я не знаю массовое воспитание детей ну да сейчас такого не делается сейчас у нас как бы другие мультики ну да ну да ну то есть получается сейчас нету воспитания сейчас нету такого воспитания они просто брали инструменты да в любом советском мультике есть говорят о другом мораль заложено конечно да всегда в любом есть все аспекты давайте сейчас не будем пожалуйста затрагивать тему разницы поколений короче как мы смотрим на это в этом можно говорить миллион просто лет и не будем об этом говорить вся разница об этом может быть ну ребят мне с вами нравится давайте говорим хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе в чате нету ничего так есть что за оборудование гитары вы юзаете ооо это рада именно гитар бас и все такое да ну да вот начну с себя мой первый инструмент серьезный который он вообще уже с 2005 года инструмент который любит не знаю все абсолютно на нем кстати был записан наш весь этот альбом EP это как ни странно это корейская гитара это шахтер элит 007 но он просто настолько удачный то что наверное у корейца подняли зарплату родилась дочка там сын и правительство там правительство поменялось и там вырубил самый удачный кусок дерева там и гитара я не знаю она настолько крутая то что она реально по уровню рвет разные гитары custom shop которые я сравнивал вот и играем примут преимущественно на ней ну так же по возможности у меня просто периодически через меня проходит очень много гитар я концерты играю на разных гитарах потому что жалко таскать свой инструмент на такие клубы разные там говеные я с собой всегда один и тот же став таскаю ну а перечислиль Стёпа ааааа ну там не было вопроса про барабаны там право истер где ты где покупаешь очень важно сейчас озвучить тарелки какие юзаешь юзаешь чайну юзаешь что-то еще кардан какой фирмы у тебя ну короче там вообще в принципе я сторонник минимализма то есть раньше я думал что круто увешиваться тарелками на самом деле я хочу понимать что как бы надо у каждого инструмента есть какой-то заложен диапазон звука какой-то ну не знаю запас энергетики звуковой который можно использовать вот и я решил что пусть будет меньше тарелок и можно будет их использовать или грани и вот и ну в данный момент мой счет состоит из двух крэшов 16 и 18 1 чайная 18 дюйм райт хайхет и белл который мне ребята благодарит день рождения 10 дюймовый белл зилжин зилбелл он нереально выстреливает просто его слышно мне кажется даже в самом дальнем уголке грубо вот и на самом деле ну насчет брендов если говорить по тарелкам в данный момент я работаю в магазине музымпорт мы занимаемся поставки тарелок начинается реклама да ну короче я нащупал в этих тарелках интересный саунд и решил попробовать заменить весь сет на истанбуловские тарелки вот турецкие тарелки они обладают очень необычными обертонами и богатым звуком поэтому я всем очень советую попробовать турецкие тарелки не обязательно истанбул их очень много разных фасфорус есть мастер порк есть множество брендов на счет кардана я использую тоже перепробовал много карданов и аксис у меня был в том числе вот на данный момент я использую арон кобру с аксисов и валов аксис и вал он позволяет свести к минимуму люфт и то есть разница соответственно между левой и правой педалью и использую деревянные колотушки деревянные колотушки тоже очень крутая тема всем очень советую они дают очень четкий клик то есть бочку хорошо слышно но и вместе с этим еще неплохо использовать триггер американцы относительно недавно придумали такую вещь тригник называется вы знаете где его купить можно ну да его можно купить в магазине музымпорт короче этот триггер он сделан таким образом что ну соединок минимуму как бы всякие загоны по поводу подключения модуля к триггеру к дебоксу и так далее триггник это просто маленькое такое устройство которое режется на бочку и через xlr подключается напрямую прямо в микшер вот и он заменяет одновременно и модули триггер и дебокс и все вместе то есть это устройство усиливает звук в бочке и ну как бы партии быстро и хорошо все с тем что мы купим честно ну да для непрошаренных скажи для непрошаренных скажи то есть получается бочку можно не позвучивать с этой нет бочку желательно всегда позвучивать просто есть такой момент тут дело даже не в звукорежиссере или там площадке или микрофон или самой бочке в качестве будет дело в том что когда играешь быстро ну за более 800 ударов в минуту партии ногами просто звук становится таким гудящим и там так как динамика естественно падает при быстрой игре в ногах просто не слышно что вообще сыграно вот то есть быстрые все партии они проглатываются не потому что их там да барабанщики высиливают а потому что ну такой звук вот поэтому используются вот эти триггеры которые высокочастотные звук обретает фактуру у него есть и верхние частоты и нижние и бочка очень хорошо слышно ну такой музыки как у нас да которая имеет мощную ритм-секцию с разными там ну то есть какие-то такие на капитанах есть партии насыщенные я всем очень советую вот ну что использовать триггеры вот это не значит что как бы триггер за вас сыграет набор триггером как бы покажет все ваши лажи сразу оно как бы будет слышно и триггер мотивирует сразу для того чтобы больше работать над ногами над техникой давай вася скажи про свой любимый бас у меня тоже такой инструмент корейский шектер модульти бас это корейский пресижен очень хорошо сделано очень качественно и очень приятно звучит ну и как бы может быть по своим ощущениям сейчас я безитонирую как прям для тяжелой музыки тем более в наших строях что вам прям идеально мне подходит почитаемости но сейчас он выполняет все функции плюс с моим цепью примочек все очень приятно и достойного уровня так что я планирую перейти сейчас на музыкмен в ближайшем времени но это еще в ближайшее время а так сейчас меня полностью устраивает то на чем играю вообще относительно фирм то есть шектер делает за свои деньги отличные очень гитары я думаю раньше конечно может быть было лучше но сейчас все равно он сам говорю что это фирма очень очень хорошо у меня у самого шектера блэк джек 6 и я доволен ну вот видите вот такой ну вот мы кстати до меня добрались вот ну кстати вот да у меня гитара блэджек хорошая рабочая лошадка то есть я не сказал бы что как бы у меня сейчас есть инструмент который все таки я прям нашел для себя и это всегда вечный поиск по сути вот но вот так вот для нашей музыки прям вообще-то доктор прописал это активка прямо режет моща просто да еще хочу сказать просто мы выступаем очень часто на разных фестах где люди притаскивают с собой нереальный аппарат вплоть до головы процессоры line 6 нереальные какие-то цепи и в итоге у них звук получается полное говно мы с владом юзаем всего две педали то есть как бы ну как бы шумодав и у нас еще с ним одинаковый перегруз это старые олдовые sansan gt2 и звукорежиссер у нас есть это же может прорекламируем немножко один из лучших звукачей которые именно концертных это сергей пензинские и он такой нам звук отруливает что он сам сидит просто в руки и офигевает и это всего лишь две педальки у нас перегруза то что люди приходят не там цепи по 10 педалей в таки как бы в рамках наших учатся такое говно они звук поэтому как бы чел можно вставлю на самом деле не все решает примочка или там как на тарелке или как какой кридер очень важный элемент звукоизвлечения многие музыканты они как бы ну готовы на все на там еще что-нибудь то что-то сломалось поэтому у меня был тюрьмовый звук на самом деле нормальный хороший музыкант он как бы на любом говне сыграет круто вот тут вопрос постановки там да человек занимался дома сколько работал на технике поэтому никто не отменял вот это вот занятие дома там да то есть надо прокачиваться в любом случае как бы не звучало там папастно и без этого просто ну и достичь так еще вот если вопрос сейчас уточняют вопроса не просто не вводим потому что оба вопроса не протекста 1 первый вопрос что антон лагута ооо не видел текст от новых треков парни может из китарной идеи которые донести до ума единиц который еще принимает может в будущем материале какие-то новые установки в этом плане это первый вторая половина кто пишет вообще вот текстом текста напишет никто это и чтобы понять шутку это надо чтобы люди вели группа бредер интервью группа бредер вот на самом деле текста является очень 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 важным элементом нашей музыки и во многом из-за этого нас релиз даже задержался потому что мы вкладываем во все элементы нашей музыки будь то текста инструментал аранжировки очень много времени и поэтому текста у нас не пустые и очень интересные просто у нас в последнее время руки просто не доходит выложить и я думаю после этого интервью мы в ближайшее время обязательно выложим все тексты с нашего EP чтобы люди могли ознакомиться и очень хороший вопрос потому что как бы реально радует то что люди здесь очень важно да очень важно это очень важно текст просто не должен быть пустой то есть тексты вы пишете все вместе или как то есть да но в основном конечно этим занимается Василий наш басист но мы повсеместно стараемся как поймут как кто как может помочь так ну что мы же на английском поем и очень трудно придумать текст там ну с хорошей формы с хорошей формы да чтобы мало того что он по содержанию был чтобы он еще и фонетически и как бы звучал мы просто хорошо то есть титуле непосов , да да но если сто говорить а вот именно про фонетику и про разные языки сразу скажем что типа мы негативно относимся к русскому языку тяжелой музыки потому что он просто там не смотрится да-да-да они могут даже делать интересную музыку западного уровня а когда там человек споет там «Рассвет в моей крови» и это станет сразу дерьмом совковым. Можно очень спорить, и буквально один пример. Мне известна такая группа, как «Состояние птиц». Не знаю, ребят, знаете ли вы её. Это «Состояние птиц». Нет-нет, не знаком. Вот Стёпа знает, да, вроде Стёп? Нет, что-то я пытаюсь... Я просто слышал название. Ну, в общем, это русские скримы из Питера. И это просто супер. По-моему, лучше именно такого, лучше вообще в СНГ я не слышал русского скрима. И там как раз укладывается русский язык, но он укладывается там именно в скрим. А вот именно русский гроул и что-то ещё, какой-то полу-гроул. Я не экстрим-вокалист, я знаю, есть гроул, есть скрим, есть там... Есть там фрай, есть шрайк. Ну, в общем, вот. Гроул не гутурал, не глубокий, скажем. В любом случае, на самом деле, можно добиться, мне кажется, с чего-то. Но это очень сложно, потому что лично мне слух режет русский язык. Я не знаю, не могу ничего с этим поделать. Он просто подходит во многом в другой музыке. Он ложится идеально. Он сам... Вот я как-то PCL лингвист, и могу сказать то, что во многих жанрах он подходит. Потому что как сам язык, он музыкальный достаточно. Но просто в тяжёлых вариациях это смотрится действительно просто смешно. Я закрываю глаза просто на стереотипы какие-то. Понимаете, может очень много споров вызвать. Это такой вопрос, прям, такой режущий, но... Всё правильно. Особенно, почему-то, мне кажется, вот именно вот такой девственно чистый вокал, который во многих, там, посткартных бандах, таких же Астон и Александри. И вот этот, вот этот чистый девственный вокал, я слышал что-то похожее у Кореи и что-то ещё у каких-то проектов. Но, блин, вроде бы и так, но кажется, что из этого, язык немного не так ложится именно с такого плана. Ну да-да-да, вот мы об этом и говорим. Только нас это задевает на уровне скрима, гроула, фалскорда и там фрая. Даже в этих элементах, где искажается чистый вокал, меня вот даже в таких вот экстремальных видах вокала задевает. Это достаточно. И я прям смотрю, и вроде музыка хорошая, хочется слушать, но у меня режет слух, это я микро, я выключаю. Всё правильно, всё правильно. Так, ещё один, ещё один, ещё один вопрос. Как часто вы репетируете и где это происходит? Это хороший вопрос. На данном этапе это своеобразный вопрос. Мы достаточно, на самом деле, эту программу, которую мы играем сейчас, мы давно достаточно её играем, и поэтому мы не так часто репетируем. И сейчас в основном наши репетиции все направлены на создание нового материала, который будет в ближайшем времени, наверное, там записан, доступен, и будем играть на концертах. А так, ну, в среднем, когда очень важные концерты предстоят, ну, два-три раза в неделю, раньше репетировали на Курской, на базе Red Gates, там просто достаточно хорошее оборудование, которое может позволить разслушать музыку и творческий процесс сделать. Да, зелёная комната. Да, зелёная комната там, вот. А на данный момент просто нам хватает для того, чтобы вот именно погрузиться в рабочую атмосферу и создание музыки. это место, где наш барабанщик Стёпа не работает, я не знаю, как сказать, но... Короче, да? Ставит видео на... Отменение, Макс, работает Стёпа в Муз Импорт. Да. Надо донести эту историю. Ещё раз, ещё раз. Ещё раз, Муз Импорт. Да, да, Муз Импорт. Нет, в общем, на... Генеральный спонсор радио, Муз Импорт. В общем, я репетирую в данный момент на Venom Records, это... Ну, не домашняя, но есть такая камерная студенька хорошего качества. То есть там можно записаться? Если хотите посмотреть, что это за студия, я недавно кавер смонтировал на этой студии, на группу Legend. Вот, там, в принципе, ну, как бы, очень комфортно, потому что... Реплама домашней студии. Кавер можно увидеть на официальном сайте Муз Импорт. А если вам понравился кавер, отпишите в личку. Скоро кавер будет на официальном канале My Pride Marvel на Ютубе. Скоро увидите. Он сейчас есть уже, Стёпа на своём личном аккаунте выкладывал. Может, потом будет смотреть на официальном. Да, и мы обязательно обещаем доделать клип наш, который мы сегодня забрали. И осталось там, в принципе, не так много, но... Просто всё затянулось, всё зависит от человеческого фактора. Во многом, как бы, не всё от нас зависит, и поэтому... Клип уже должен быть в сети, который вам определённо понравится, но, как я говорю, люди — странные существа, и поэтому иногда приходится всё брать в свои руки, и мы надеемся, что сейчас сами сделаем его. По поводу клипа, вот вопрос такой лично от меня. Полить будете, что там, или пока что не будете рассказывать? Возможно, будет. Да можно рассказать, обычно можно, но... Я думаю, пока... Да, нет, нет, пока, наверное, не будем. Да, наверное, не будем. Но мы надеемся, что... Сюрприз такой. Надеюсь, что у нас в итоге должна получиться, как мы в это верим, там картинка просто конфеточная. Да, сейчас уже нам серьёзные люди будут заниматься, поэтому проблем, я думаю, не будет. Боря, не обижайся. У нас подвисла, да, работа над клипом, потому что, ну, непредвиденные обстоятельства, человеческий фактор имеет большой вес, на самом деле, в работе, потому что не только... К сожалению, не только от нас там зависит, когда всё будет готово, вот. Ну, что такие дела? Ну, ребят, ну, отлично, по-моему, отличный эфир. Мне очень понравилось с вами говорить. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Да, 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 да. Замечательно. По-моему, отлично провели время, отлично поговорили обо всём, даже в деле музыкальное воспитание детей. Я прям специально, вот знаете, я вот прям специально, когда вот-вот мне напомнили про это. Я пошёл, я скачал Radiohead, я скачал Rocket 88, пару треков, я собрал бы по прессе, но всё это время всё. Сейчас играла такая музыка, на заднем фоне. Да нет, это же круто-круто, потому что, даже, вот прикинь, мы от Велосипресли найдём вдохновение для того, чтобы написать дедовый трек, на самом деле. Я бы спрашиваю, что это дед. Голубоко копать надо. Что, я бы спрашиваю, что это дед, всё правильно. А там тебе говорят, что вы наполнитяне похитили, так что, нормально. Это будет даб степ трек? Да даб степ. Ууууууу. Что? Ну что ещё раз послушаем ваш трек какой-нибудь. М poquito вернёмся попрощаемся с нашими слушателями, placed картой, в музеймпорт пойдёт. Да музеймпорт ребята! Приходите к нам. Маша послушаем трек в My Привет Marvel Director of Directions, которые как раз ребята готовят клип Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 у них будет скоро релиз, и они порут абсолютно всем в жопу эта группа Bad on Hell. Она никому неизвестна пока, но они будут просто мега-крутые. Я тоже очень хочу отметить группу Another Mask, тоже для всей российской сцены. Это просто много-один, ребята. Группа Everline тоже самое. Да, я тоже. Она уже все, к сожалению, по-моему. Ну, посмотрим, что еще с ней будет. Команда есть стоящая, если посмотреть. Не так же дружим, на самом деле, с многими командами, там, из Питера всякими, ChangeFloyalty и так далее. ChangeFloyalty – это команда, которая ее знает, и она реально охуенная. Не, 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 ребята молодцы, ребята движутся в правильном направлении, как бы, и вот они как бы реально занимаются, они хорошие музыканты, качественные. Потому что последний концерт, в котором мы играли, они играли с нами, то есть мы вместе с ними играли, и они до этого были в туре, и до этого отравились, просто ужасно отравились. То есть при мне в гримерке каждый из них по пять раз метнул фарш в сортир. И они вышли, короче, на сцену и отыграли очень хорошо, просто. И хотя просто я между треками подходил, и просто на меня смотрит их гитарист и говорит, я, как бы, сейчас обосрусь или бульону просто. То есть и уровень у них очень высокий, то есть ребята прям вкладываются в музыку, и то есть даже при таких условиях, когда, на самом деле, многие бы просто не вышли на сцену, там, не знаю, и уехали на скорой, они вышли и отыграли концерт. И качественный концерт, и качественные релизы, и хорошие музыканты, и это очень похвально, и круто, что такие команды есть. Ну, тот концерт, на самом деле, вообще геройский был, потому что группа «Анамнезис», например, там, два гитариста получили по лицу перед выходом на сцену, а потом вышли и рубанули, ну, как бы, а потом, впоследствии оказалось, что у одного гитарица сломан нос, а у второго сотрясение мозга. Вот, ну, то есть они, как бы, рубились от этого не менее жестко, вот. Так что, респект это, ну, все очень здорово, что люди, несмотря ни на что, выходят музыканты, играют, вот, и радуют слушателей. Тут инфа с чатикой прошла, что «Оберлайн» обещали реанимироваться. Да, не, реанимируются, реанимируются обязательно, у них там сейчас, как бы, есть перестройки. Мы просто все дружим, живем, в принципе, в Москве недалеко, периодически встречаемся, вот, всеми же «Притендеры», «Оберлайн», «Незер Маск». Мы встречаемся вне сцены обязательно, то есть мы когда-то встречаемся, чтобы попить пивка, сходить куда-нибудь в клуб, там, просто на музыку, в ресторан, в бар, там, я не знаю. Так что, все не заканчивается, только сцена и общение на музыкальной теме, мы также дружим, друзья, вне сцены, как обычные люди. Ну, это не без этого, потому что без этого было бы неинтересно. Поэтому, да, как бы, на вот все информации известно, я думаю, как бы, то, что ребята в скором времени, может быть, вы тоже возьмете у них интервью, и они расскажут подробно о том, что происходит в их жизни и в музыкальной сфере тоже. Так, ну, что, тогда будем, наверное, мы с вами уже, так, прощаться. Идем кушать все. Идем кушать, идем кушать, потому что всех кто кушает. Нет, серьезно, ребята, огромное спасибо за сегодняшний эфир. Огромное спасибо. Без проблем. Довите еще. Да позовем уж, куда денемся. Вот, когда поездите в свой тур по Европе, скажите, ну, мы еще раз возьмем вас. Потому что серьезно, очень понравилось с вами, рассказывали. Давно не было интервью, точнее, даже могу, наверное, сказать, что это одно из лучших. Все душки, что ли? Ну, отлично, мы только рады, и очень приятно. Ну, да. А с вашей стороны, вы хотели бы поблагодарить вашу радиостанцию. Очень круто, что такие станции есть, и... Понятно, что у вас еще развитие. Ну, да, оригинальная идея прикольная. Не было, а кто вообще... Да, это очень важно, потому что сцену надо поддерживать разных сторон, и... Как бы, это важно. В общем, в любом случае, вклад очень большой в развитие сцены, и андеграунд, и хардкор, и... Да, это хороший рычаг. Это очень круто, очень рычаг. Развиваем коря сцену. Ну, ребята, еще раз всем огромное спасибо. Тогда пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Слушайте правильную музыку, цените музыку, и как можно больше анализируйте, а не слушайте поверхностно. Это очень важно. Да, ребята, цените мелодии. Не покупайтесь на дешевые плагиаты. Это ни к чему никогда не приведет. Делайте рок. Да, и будьте собой, самое главное. Надо быть собой, а не пытаться... И не забывайте про музыку. Да. Это очень важно. Да. Это главная тема. Ну все, огромное спасибо, ребят, на сегодняшний эфир. Уже это четвертый раз, третий. Ну да, все. Сейчас у нас будет в эфире... Сейчас у нас будет в эфире музочка. Не переключаемся. Кори-радио. Дальше у нас по программке будет небольшой French Scream от Майон Привейт Аласко. И Нон Стоп. Все. Спасибо. Не переключаемся. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok